ксм ксм не были ни на каких ксм почему ты любишь ксм ксм же великолепный век а ее херем зовут не знаю что-то будем готовить короче ребята идет постоянно великолепный век одно и то же заканчивает начинает мама постоянно любит смотрит смотрит-смотрит пересмотрел уже 20 раз как только значит начинается тоже и третий на уже там те и по два часа а прочет он вообще как попала наша это она наша она как наша откуда она христианка православная говорят что крымчанка тоюзная александра якобы ну а кто говорит что ракталана вообще ее звали вот скажи мне почему такой как там сюжет я не знаю не смотрел ли я постоянно ребята слышу из телевизора вот идешь из телевизора почему так нравится женщинам этот сериал что там такого хорошего не мнению во первых там красочно интересно посмотреть вот историю кто любит историю я люблю историю как вот наша христианка попала туда сюжет до сюжетной линии но это на основана на реальных событиях вот как она у него родители убили а прочет он лучше вообще это вот взяли это на корабле она приплыла а то есть я попала в гарем тут тану тулима там же не только в гареме там вот эти девушки они же все делали убирали не только были так она сгорема да кто я как зайду где-то вот ребята да сначала и вообще не хотели брать она там же девушки были убирались и все делали они же там зайдешь смотришься что-то сидят 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 женщины почему так нравится женщинам сюжет что-ли хороший но это вот она как-то это было на самом деле ну там конечно может быть еще и прекрасно там и и добавлено и додумано и вообще вот это вот она была на самом деле кто потерял ее называют она была александра а вот она приняла мусульманство и она стала хюрем хюрем это значит смеющая такая она не унывающая говорят что на самом деле она была тоже жестокая но ей сколько пришлось вынести ее и садили в темницу ее и травили ее всяко обзывали ее поджигали очень чуть только не делали ее потом мы уводили и ну в общем она только и избивали ее от сильные побои так это придумано все или все-таки историческая основа это все придумано это или нет ну потому что там твои были устои свои обычая она вот такая была своенравная она не хотела подчиняться там особенно как жанна дак нет я к чему от мужчинам я вот все равно я все-таки мужчина ну не не нравится вот постоянно заходишь мужчина женщины просто сидят молча молча как будто она потом последствия на сначала она же и не знала и турецкого не знала ничего потом она даже во вредная письма ну тут она ходила это воевать она сначала просила чтобы письма писала там ну одна там потом сама научилась с ветком в этой полу она родила первого вообще хотели когда он ушел она уже его наложницы стала это как кто первый ушел первый раз когда ушел султан сулейман воевать там это тоже друг другом то воевали земли он тоже расширял ее хотели там уж это мать она направила с этим гарима законы ее были я хотела отдать выдать ее замуж это пошла на это что сказал мне нельзя выдавать потому что я беременная сама думала что это действительно она беременна от кого от сулеймана нее было да у него было пятеро детей вот первые там подожди мухаммед или махмед ли они интересно давали имена давал имена сам султан тогда вот они рожали там наложницы что заражали девочки девочки тоже давал имена там это называла чистом прадедов и мальчиком тоже чисто своих предков дедов прадедов и вот так все таки почему еще по моему продолжение называется по моему ребята если память изменяет империю кисема почему женщинам это видимо или продолжение ну там не продолжение там может быть его знаю что короче она родила 1 вот это не у него же еще был самый старший сын там якобы по наследству они придут трон переходит к старшему сыну ну по идее там кто будет султан потом будет кто достойнее тут и зайдет на трон они почему-то думали там эти все приближенные там паша этот пиздель сначала это паша все слышится паша 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 это у них так было паша паша вот они там ахмед паша ахмеду это вот у них такое было название вот мне понравилось как она так что-то вела куй ну родила там даже ее и травили она уже была беременная и травили прямо в покоях так все-таки там мы женщинам нравится этот сюжет то что там сплошные интриги вот женские сколки вот такие сана да она значит вот старше сына родила пятеро детей 1 у него был мальчик 2 она думала и тоже будут одни пацаны вторая родила девочка девочка и вот она так не хотела но она потом последствия эта девочка стала уже это она на одно время потом после хюрем правила этим гаремом султана вот и это ну хорошая она была ее в 17 лет мать выдала замуж она девочку родила общем у нее первого сына вот старший сын там противостояние шло короче они потом вот это тут как он сказал кто сказал суток вот паша вот это тут он тоже было как он у него начала вот он следил за всеми и вот за покоями потом он сделал его как якобы его друг был он стал мой другом и слугой а он ему печать и короче он стал виде и вот у них потом противостояние между херем было и в итоге короче она добилась что ну тут уже наглел тут как сделал это кто 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 этот вот пошла как это не вот он у него дворец такой короче он скульптуры они же вот такие вот вот эти вот скульптуры короче когда он женился на 3 этого султана сулеймана поставил скульптуры а у них это же не принято было прямо это фрески такой дворец расписала художник был у нее фреска красивый да дури красивый был дворец и вот он уже короче у него там свои сундуки были миллионная там короче себе команду нужно и вот в итоге короче он уже даже стал печатать свои монеты но в итоге значит этот султан сулейман пригласил его к тебе и ночью его задушили даже потом значит в итоге там интриги 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 уже когда взрослая были покушение было на не поехали короче у них там такой закон если я там сколько 15 лет наверное этому царевичу там было он давал с каждому свой санжак вот свой санжак это значит ну какая-то определенная территория с дворцом местность какая-то и вот там этот вот просто очередной дело в общем там свои законы устанавливал руководил этим санжаком все это у него и вот он отправил мустафа у него самый первый был цвет и короче отправил муста и мать всегда должна была ему сопровождать вместе со своим сыном у него там свои гаремы наложницы у него уже вы там были и в итоге короче сулеймана этого своего старта султан 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 правитель был и вот он его тоже задушил его задушили короче у хюрема эту потом мать этого мустафы старшего тоже там жестокое короче и оспа была там пошло и она короче подослала и короче вот этого старшего сына такой симпатичный такой был уже взрослый он тоже уже в своем санжаке бы гарем у него свой был короче она сделала так что от больного оспа и его короче зародили этого парня но он уже взрослый бы и вот он умирает а последнее у неё сына он был это горбатенький горбатенький и вот он уже им прямо показывали как но не знали как это делать он еще младенчестве короче им хотели сделать вот но чтобы горд не рос ему косточки вот убрать да и прямо делать бесполезно ничего не помогло и вот он вырос уменький но горбатенький в общем стоит в общем там еще одна ну там много короче он же тоже они все ездили убивали там это всех там одна это тоже какая-то принцесса якобы приехала туда ну как бы этот гарем ее взяли она была в служении это гареме потом ну там же маленькие ребятишки были она устроила пожар детской и якобы спасла там старшего сына этого маленький еще там и вот ее взяли в услужение а уже вот к сестре это во дворе туда и вот покушение было она его чуть не убила султан султан там ночевал в общем вот так такая вот интрига идет именно что она она там такой обычай был что каждый в общем каждую неделю со среды на четверг там было вот приходила специально вот это вот но не то что жена она 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 была наложница которая вот так у первого у него первого вот это тут и вот это всегда и ночь была а юрема наша она короче это делала так что вообще она в это вымутила что он женился на ней а у нас как проходит обряд не то что там они то а просто со стороны жениха двое и со стороны и и они договариваются вместе и все что совершается обряд она считается супруга султана она была супруга султана и вот 10 лет вообще она не она одну свою эту подругу с которой вместе они на корабле приехали то просто без ее ведома когда она была еще больная беременная а у покое султана султана и вот она не могла найти кто это было все-таки она ее это но они же были в мехах холодно там было она когда покупала султана зеркало там я забрала и короче она этот яд нанесла на воротник этой своей же она была ее служанкой подруга тоже славянка она тоже мусульманство потом приняла была мусульманкой и вот она этот мех короче она сделала так что у этой вот женщине пошли в эти болдыри по лицу в общем лицо было обезображено она никого не не пускала вообще на и вес там и вешали по ее указу повешают да там не только она там все там прачечная была там вешали убивали карета и закидывали в мешок и море там закидывали мамка так интересно начал сейчас рассказывать там топили все что там только они делали друг друга отравили друг друга это в общем она так делала что вот это вот мать султана она любила в итоге короче она делать это у нее инсульт что ли ее разбил она не могла говорить мать и вот она общем служанка у нее было там 30 лет дарья дарья 30 лет служил и ну и вот она короче это вообще паралич ее разбил в итоге короче она это на место она хотела чтобы быть но там интриги за интригами там у этого сулеймана одна сестра которая жила она была сначала подругой потом она на нее что-то обиделась козни стояла потом другая приехала сестрица там с кем-то была она тоже поругались замужем пришла значит там против нее всякие козни строили она всех побить всех короче потому что у нее она уже это набрала свою цвету свои служанки свои заглядатые у нее была потайная комната такая что она хюрем там заходила и слушала чё там вот советы там эти были она знала уже она молодец была и политику знала и всех там этих знала она крутила вертела но она конечно по острию ножа ходила но султан султан сулейман как-то один раз узнал вот он ее то в холодный дворец высылал то вообще-то вызвал ее там уже дети взрослые были большинке и он ее вот узнал про эту комнату он обиделся он выпроводил короче холодный там какой-то дворец и там началась это эпидемия оспы везде там поперла ну в общем интересно и все это вынесли и и потом похитили у нее такой перстень был вот специально крупный такое это султан сулейман вообще любил работать драгоценными камнями желатом он сам делал и кольца и украшения всевозможное но нравилось ему тем и он есть делал кольцо так я не знаю зеленый такой или изумруд и причем такое и ограненный там не знали бриллиантами и чем но большой такой перстень прямо дорогого потом этот перстень а это фигурировал везде уже потом потомки не знаю кому-то он достался потом короче это но общем-то суть в чем что она помогла убрать одного другого третьего поставила на место виде ряда там в общем потом да она потом гаремом управляла против нее что только и золото это воровали она же была должна была выдавать там девушкам и всем золото там такие эти ящики монетки вот такие она и в долг брала у процентчиков воровали это золото ну в общем я не знаю там у нее свои имения были она потом ну молодец мутила в общем да и по этому нравится свою боролась ее бы уже если бы она не боролась если бы она не была тоже в меру жестокая сильно значит ее бы уже давно уже это ее поджигали она горела господи ну вот это тут чем дело кончилось в итоге то серии много серия по два часа идет в итоге значит это мустафа значит вот его это а у них там такой закон был если допустим вот у мустафы там это девочек девочек не трогали эти мальчишки рождали то вот вот так у задушили у него сын есть жена там есть значит убивали и жену и мальчишек и улоту если допустим кто приходил там к власти там брат не брат сват не сват убивали брата и его детей короче третье вот первый был это его зародили вот по номер вторая девочка было мехримах там ты не был этот рыжий такой 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 же как же буду было третий пацан четвертый пацан и пятый пацан вот третье четвертое не погодки и вот они всегда соперничали между собой они как в раннем возрасте начинали соперничать но тут вырос короче 3 это было как вызвать он любил сильно выпить а у них же там нет у них и вот и он пил и также у него был свой санджак наложница что такое мальчишку санджак что такое но это как бы область город принцу это и он там ну как не хочу хотел да как княжество свое было но подсняли цене султану и и султан знал чем он там занимается и вот ибо и был четвертый и короче в итоге там ну это вот это вот эти наложен наложница родила мальчишку и потом последствии вот это тут 3 выпивоха он короче будет править потом после султана и вот его сынок мехмед а вот тут будет умные пацан тоже будут уже править потом будет после отца тут короче не долго правил 8 наверно что ли после султана сулемана ну там бесконечные такие вот интриги да да и он своего брата этого боезета убьют брата своего брата и у него четыре по-моему цена этих тексты на вивках самолет племянников а вот между собой они взрослые тоже были друг на друга шли у каждого войска была она и вот они друг на друга шли войной там если султан сулеман не знает значит все вот эти вот что они между собой там это дрались пока живая была хюрем она как-то смиряла утихомирилась что ли а потом у нее скорее всего у нее был этого рак кожи что ли в общем но прожили они а ну вот 10 лет она никому не допускала до султана сулемана хотя наложницы все было и и больше детей то что-то не показывает девочка еще было и все какая-то но еще тогда были наложницы но на эту короче а так уже была подослана там же подсылали его у нее была наколка и вот она это ее потом эту наложницу короче в мешок и и все угомонили да и ну это узнали потом как это так что там и в итоге вот она умирает она жила перед этим что-то они султаном это но потом сказали что уже помочь нечего он узнал что она уже все ну больно она просто виду не показывала но она болела короче мечеть она строила она открывала пабы а пабы это такие вот но они как бы занимались благотворительностью там вот людям раздавали ну бедным беднякам что-то раздавали там или пожертвование вот такой она открыла свой пап у нее деньги то были и короче султан сулейман это она захотела чтобы построили в ее честь мечеть и вот султан сулеман одобрил это пригласил там художников но такая мечеть она по моему существует до сих пор что построили в ее честь по-моему я не знаю она там или не там похоронена вот красивая была даже это там покушение было находи ходила смотрела там ко мне вот она когда шла и за ней было шла кормилица сулеймана уже когда пожилая такая это не шла тоже сначала не она ее не воспринимала потом она и понравилась и вот она и когда сопровождала прямо на нее камни вот это специально ну не попали в юрема попали вот в эту кормилицу и вот она в общем что только с ними делали но вот это вот мечеть до сих пор существует и она умирает короче собрала собрали всех детей внуков там посидели они уже вот и вот она на следующий день уже вот как раз чувствовал и умирает после этого там уже а сам сулейман стал это видимо у него подагра что ли была он короче у него на ногах были вот эти не язвы а такие пузыри что ли на ногах и они очень болели лопались и ноги вообще болели болели у него там и мазали все он даже ну типа наподобие наверное на этой то ли подагры то ли как сейчас называют ну не знаю короче вот у него вот это болит была ножа титой был все вот в общем ребята беру свои слова обратно послушав маму действительно интересный сюжет интересный интервью просто мы не замечаем почему-то не показывают продолжение империя всем до перей к тем вот мне понравится вот я не знаю ну так вот там четко вообще там такие интриги там столько вот я не знаю это про кого мне понравилось и вообще вот этот вот когда значит мая этот горбатый парнишка он у него сильно болел гоп и вот он уже потом бедный не мог ему ничего не помогало конечно и тому давали сначала подожди что мы применялся там уже горбатому мальчишки морфи до применять да ну он уже парень был да ну а там ничего более у него были страшенные и вот этот пузыречка и морфи и вот он маленько выпьет она уже видишь это же наркотик и надо больше и больше ему вроде бы сначала легче становится а потом то ему доза то еще больше и больше надо у него показывают прямо вообще глаза это и ну вот он крича и вот она юрем это ну давайте что ли короче в итоге он умирает вот жалко конечно парня этого в общем отличная сюжетная линия из-за этого стоит посмотреть я так понимаю да 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 вот почему они перейти мне показывают нет понравится там меньше этих серий но по количеству но вообще интегра вообще и дальше еще еще и продолжение продолжение есть короче вот это было как у нас это третий тот сын который стал который квасил бесконечно но он не долго короче никому не стало вот он убил этого последнего байзета но байзет вообще нормально он бы правил конечно это и после сулеймана начал вот это тут править и вот уже при сулеймане и перед а выросла и расширилась и это правило он умный вообще мужик был и хотят уже и жестокие они все там и бошки отрубали чутом только не делали но достаточно справедливо он был умный мужик был а после этого он ничего пришел у него там это он квасил там долго не про это не про не про правил вот этот старший сын у него мехмед или как его звать и вот он после него тоже он умный был но сильно то что-то здоровьем то и не вышел тоже не это не пошел закат короче вот это вот всего ну вот там еще вот есть даже продолжение они 3 сделали этот про внука сулеманова поэтому про внука взрослых да когда уже девушка у него там появилась тоже по моему непонятно тоже какая-то турец лавян который это в общем нормально так я чуть не досмотреть это ты мне помнишь ты мне закачивал империя кистье и вот это ну там нечет там что-то какая-то мог не пошла какая-то такая я не посмотрела и вот это полка интересно это уже другая история смотреть там не отрываешься там вот такая движуха вот так все интересно все закручено совсем другая история турецкий этот сериал вот он вообще такой но это ты мне все закачивает это давно был там ну там вообще здорово там интересно там тоже серии большие длинные я не виду небольшие длинные там по полтора часа там первая часть вторая часть а там это тоже дорогие мы это тоже история осман у него потом в итоге вот османская империя вот то его сын то там тоже и так здорово сделано и поставлено вот эти вот бои бои драчки и тянут мне нравится есть тут такая нудятина сидишь смотришь нудная нудная длинная длинная а есть вообще качественно но это тоже любители конечно в общем будем заканчивать сейчас карта памяти я заходил набегами это стоит все-таки сидеть смотреть я так понял своими мужскими мозгами что все-таки женщины смотрят на интриги на красивый сюжет на предательство разоблачение женщины гадюки друг друга грызут общаются на реальных событиях основана тому что той додуманной значит стоит поглядеть но это на любителя я допустим люблю такие такие вот исторические фильмы романы там не общи привлекает это все это вот история значит стоит поглядеть конечно история такая что начиная 13 века кончая 17 18 веком это как они бегают вообще повторюсь ребята беру свои слова брата потому что я этот сериал не смотрел когда заходишь смотришь смотришь я все думаю почему женщинам нравится уже по третьему кругу не два раза по третьему кругу идет но что там интересного оказывается сюжет линия сюжет показывали по телевизору я смотрела сейчас опять повторяю одно и то же могли бы чуть другое еще показать вот моя мама вот этот сериал турецкий показывали тоже там там сидишь там бесконечно мамы там мама там меняется да но 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 в общем империю кисем и как он называется великолепный век называется значит не за разве женщины любят женщины любят им тренинг и тренинг и тренинг и тренинг и тренинг и она потом еще и ходит я не понимаю эти тоже не люблю ужастики тоже не вот как-то так кто-то любит ладно ребята добра вам часть ладно судите да от рук я тут это не судите как говорится по бошки смотрите великолепный век и другие замечательные а уже все знают уже все женщины любят смотреть не смотрим только мы мужчины значит не только вот султана это и султана эфиры мне понравится как вот пошел играл этот а вот пошел паша да и сестру его вот одно и сестер мне понравилось как они играли отлично да и играть ну мне понравилось вот как они никто же таки эти но все ребята всем пока пока вот такие у нас посиделки меняем свое мнение ребята все всем пока с вами была мама и с вами был просто и лич стоит поглядеть все таки смотрите 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 всем пока пока ребята пока пока